Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня хочу вам показать работы, их конечно не много нашло в интернете, но тем не менее. И надо сказать, что за достоверность этих работ я в общем особо не ручаюсь, потому что для меня это тоже новый художник и мне показалось, что очень много копий или подражаний, но сайты, которые заслуживают внимания, поэтому я с них скачал все эти фотографии. Это Жень Бо-нянь, или просто можно Жень Бо-нянь, так произносится наверное. Как говорят в википедии, Жень Бо-нянь это ключевая фигура шанхайской живописи. Родился он в 1840 году. Родился в семье торговца, большого образования не получил, но стал художником благодаря природному дарования. Расписывал женские веры и подписывал их именем знаменитого художника, но в общем по большому счету делал контрафакт, я бы сказал так, по нашим понятиям. Именем знаменитого в то время художника, живописца Жень Сюна. Ну и как-то этот Жень Сюн обнаружил на рынке какие-то чужие работы со своей подписью. Он нашел автора и взял вот к себе ученики. Позже Жень Бо-нянь брал уроки у Жень Сюна. Жень Бо-нянь считается одним из трех великих мастеров конца периода Циин. В видимости он примкнул к восстанию Тайпинов. Был такое восстание в 1864 году, но после гибели отца уехал в Шанхай, где и прожил большую часть жизни. В искусстве обращался практически ко всем жанрам и к очень широкому диапазону темы сюжетов, но в основном писал птиц и цветы. Видимо это лучше у него получалось, выработал индивидуальный стиль. Больших успехов добился в жанре Жень У. Вроде так произносится. Это люди и предметы. Люди с предметами. Живописи, изображения, фигуры. Творчество Жень Бо-няня в значительной мере предопределило формирование национальной живописи глухого, о которой я рассказывал. Ну вот, наверное, все, что можно рассказать. Все то, что я нашел в интернете. Конечно, немного картин, но все же мы познакомились с знаменитым художником Жень Бо-няня из Китая. Пока-пока. До свидания.